Мы очень рады видеть такой существенно заполненный зал по нынешним временам. Давайте сразу к делу. Темой является научная фантастика. Существует ли она в России? Если да, какую цену, а если нет, почему? Сразу представим ораторов. Борис Евгеньевич Штерн, астрофизик, доктор физико-математических наук, главный редактор газеты ученых и научных журналистов «Троицкий вариант» и, ближе к теме, автор научно-популярной книги «Прорыв за край мира» и автор книги научно-фантастической, хоть и твердой научной фантастики, но абсолютно небывальщиной «Ковчег, 47 либра». Давайте пойдем от середины. Антон Первушин – писатель, журналист, просветитель. Писатель тоже научно-фантастический. Василий Владимировский – критик, публицист. Василий, насколько я понимаю, придерживается своеобразного мнения, что фантастика тоже литература. И судить ее надо как литературу, оказывается, а не как, скажем, продукцию индустрии. Ну, дальше. Кленщенко Елена – заместитель главного редактора журнала «Химия и жизнь». Ну, в просветительстве лет 20 уже. Фантастику, бывает, пишу, но, главное, уже 13 лет координатор конкурса фантастики журнала. Так получилось. Так что тема… Мне это тоже близко. Максим Борисов – тоже троицкий вариант. Журналист с огромным разнообразным посвятительским опытом. И Кирилл Юрьевич Яськов – палеонтолог, арахмолог, специалист по паукообразным, писатель известный. Ну, и преподаватель, об этом нельзя не сказать. Автор замечательной книги «История земли и жизни» на ней. Правильно? Правильно. Очень книга примечательна тем, что она адресована, в принципе, учащимся биологических специальностей. Но я знаю многих небиологов, которые ее с удовольствием прочитали. Так что относительно просвещения, безусловно, к нему. Относительно фантастики тоже будут вопросы. Ну, и давайте по плану. Что происходит с научной фантастикой в России и в мире? Какие существуют виды фантастики? И какие из них не являются научной фантастикой, но имеют к ней прямое отношение? Это вопрос, безусловно, к Василию. Чтобы нам просто понять, о чем мы будем дальше говорить, и не путать одно с другим, мух с котлетами и прочее. Ну, собственно, было бы наивно, наверное, полагать, что за 5-10 минут мы сумеем найти ответ на вопрос, над которым вообще-то бьются уже лет, да нет, уже почти 100 лет, даже больше 100. Что такое научная фантастика, каковы ее свойства, то что это вообще за направление, жанр, вид, прием, тема? Собственно, если говорить об истории этого термина, то впервые, насколько известно, словосочетание научной фантастики использовал в 1914 году Перельман, известный популяризатор. Ну, я думаю, что классик, в общем-то, этого жанра не только в России, но и во всем мире, когда написал дополнительную главу к роману Жюля Верна из «Пушки на луну». Ну, в общем, такой фанфик о завтраке в невесовости. Вот Антон может об этом много и долго рассказывать. Антон Иванович, да. Впервые, да, в подзаголовке было использовано словосочетание научно-фантастическое. Впоследствии, уже в 1923 году, начал активно использовать вот это вот, опять же, сочетание, связанное с корнями наука и фантастика, точнее, наука и литература, Кьюго Геннсберг. Он придумал термин, если не ошибаюсь, «scientifiction». Science fiction, научная фантастика, scientific fiction – это такой прототип, неологизм довольно неуклюжий. При этом у Геннсберга, у него было странное представление научной фантастики, в 1926 году он сформулировал и сообщил, что научная фантастика – это такая романтическая литература, такая, какую писали Эдгар Позжу, люберный Герпер Туэлс. Ну, очень разные авторы, с очень разным субтитрами и очень разным творческим почерком. Тем не менее, вот описательное, именно к ним отослал основу. Поменять, да? А мне было слышно нормально. Ну, ладно. Я не буду повторять, да? Соответственно, впоследствии этот термин ему пытались найти трактовку очень разные авторы, и Айзек Азимов, и Роберт Хайнлен, и Артур Кларк. Хайнлен и Кларк полагали, что научная фантастика – это… Сейчас попробую вспомнить определение литературы размышлений, либо литература идей, либо литература логики. Вот, то есть, на самом деле, все это очень крайне расплывчато. Это впоследствии восторжествовало мнение, что научная фантастика – это литература, которая основана на неких строго научных теориях и гипотезах. Но, в принципе, тем не менее, мы можем вспомнить огромное количество произведений, в которых нарушаются основополагающие физические принципы. То есть, например, описывается перемещение быстрее скорости света. Я не знаю, насколько современная наука считает такое нарушение возможным, но наука, скажем так, того периода, когда начали писаться эти произведения, в общем, это нарушение причинного принципа. Однако эти произведения тоже называли научно-фантастическими совершенно спокойно. Практически вся научная фантастика золотого века, американская, вся советская научная фантастика с конца 50-х и до сих пор, она описывает космические корабли, которые бороздят просторы на превышающей скорость света. Не знаю, как это возможно, но это невозможно. Тем не менее, это произведения научно-фантастические по авторскому определению, по определению литературных критиков, исследователей, историков. Сейчас вообще, скажем так, в прессе, в просторечии существует такое разделение фантастика и фэнтези. Употребляют именно в таком звучании. Слово научная фантастика, словосочетание вообще не звучит, не фигурирует. В лучшем случае sci-fi, как название одноименного телеканала. Ну, понятно, что это просто от невысокой грамотности журналистов, невысокой грамотности критиков. Понятно, что фантастика, фикшн – это любая литература, в которой используется некая выдумка, некое фантастическое допущение. Неважно, какое это допущение, существует ли существование эльфов и драконов, как вот нам сейчас в дополнительном вопросе здесь указано. Либо это перемещение быстрее скорости света, либо это некое програнистическое допущение, то есть описание определенного направления развития общества. Это все фантастика. Научная фантастика, ну, вероятно, можно сказать, что действительно она имеет отношение к науке. Но какое отношение, я, честно говоря, боюсь, что не смогу сейчас сформулировать, просто потому что очень разное мнение, очень по-разному. Считали и классики. Хайнлайн, например, называл научную фантастику – это литературой логики, литературой рациональной. Ну, и, собственно говоря, Артур Кларк придерживался примерно того же мнения. Есть очень разные взгляды, то есть я просто боюсь, что не смогу сказать, почему, например, «Звездные войны» – это не научная фантастика или это научная фантастика. Неизвестно. Разные литературоведы придерживаются разных принципов. То есть кто-то считает «Звездные войны» научной фантастикой? Ну, безусловно, а что? Там «Звездолеты», там «Звезды». А почему не «Посмоопера»? Антураж. А космоопера же? Космическая опера. А почему космическая опера и не научная фантастика? Это тоже научная фантастика. Разбравление внутри жанра. Хорошо. Вот, идет атомизация уже довольно давно, да, действительно, разбравление внутри жанра. Почему космическая опера и не научная фантастика? Не знаю, наверное, научная фантастика. Ее показывают на канале Sci-Fi. Хорошо. А, это аргумент. Тоже, возможно, вариант определения, это то, что печатают, научная фантастика, это то, что печатают под брендом научной фантастики, либо показывают под брендом научной фантастики. Можно идти от этого. В общем, я повторюсь, я не готов за 10 минут ответить на вопрос, который 80 лет, 80, 100 лет с лишним дискутируют эксперты. Тогда еще короткий вопрос. Василий, а киберпанк? Киберпанк мы тоже можем взять в научную фантастику? Ну, безусловно. Киберпанк, в общем, он, конечно, больше имеет отношение к фикшен, чем к сайенс, то есть к литературе как таковой. Но почему бы нет? Да, естественно, киберпанк – это научная фантастика. Я больше скажу, наверное, филологические романы, которые, например, Дилене и Вавилон 17, тоже научная фантастика, хотя там используется, ну, главное внимание автор уделяет именно развитию языка, эволюции речи, влиянию языка на процессы, происходящие в мозгу главных героев, на формирование их характера и так далее. То есть почему бы нет? Тоже научные некие данные положены в основу. Ага, ну, в целом определились. Хорошо. И космооперу приняли, и киберпанк – это радует. И космооперу, и киберпанк, и, наверное, даже социальную фантастику, утопию, антиутопию в значительной степени, наверное, надо отнести к научной фантастике. Вот. Другое дело, что, ну, опять же, я ни на что не претендую, ни на какие определения, ничего не берусь утверждать, можно и по-другому перевертеть, перекрутить это все. Но мы так пока для себя, для этой дискуссии. Для себя, да, для разговора можно в том числе и антиутопию, утопию включить тоже в вот этот кластер научной фантастики. Альтернативная история, да. Альтернативную историю мы не включаем. Альтернативная эта история, альтернативная эта история с какого конца? История наука? Да ну ладно, с чего это она вдруг наука? Ну, так что да. Можно я приму подачу вот с того конца Вася Владимирского, да? Я просто прошу прощения за самоцитирование. У меня просто было некоторое рассуждение, у меня довольно давно, но, по-моему, уместно здесь процитировать. Потому что речь, как водится, заходила про вот эти классификационные процедуры, что у нас научная фантастика, что не научная. И я так как говорил, что вообще все эти разделения – вещь совершенно дурацкая. Вот раз уж, так сказать, вы меня помянули, то у меня есть такая вещица – дежавю, да, которая была написана специально, чтобы досадить, просто на пари, чтобы досадить номинационной комиссии странника, премии «Странник». У них там же разные номинации по «Сайенс-фикшн», «Фэнтези», «Хоррор» и, по-моему, «Альтернативка». И я написал специально эту коротенькую повесть, там, или большой рассказ, которую нельзя, которую вот, ее можно, то есть, в смысле, ее можно номинировать, там по трем пою «Хоррора» там нету, да? Потому что что это? Вот что такое дежавю? Это альтернативка? Это киберпанк? Ну, киберпанк, вот здесь, опять-таки, киберпанк – это, конечно, чистая научная фантастика, да? Или это, так сказать, вот с фэнтези, в фэнтезийном мире, где происходит действие этой игры, оживающей. Ну, да, вот вам, пожалуйста. Я просто к тому, что, во-первых, считаю, что все это совершеннейшая глупость, вот эти вот самые классификационные процедуры. Но если уж, вот, так сказать, от меня потребовать в качестве категорического императива, вот, курсант Яськов, даю вводную. На фэнтези, да, что сайенс-фикшн, так сказать, существование сайенс-фикшн – это есть медицинский факт. Дать определение, исполнять. Ну, и я, так сказать, вот, мотекнувшись про себя… Нет, нет, я не ответил, я не ответил. Так вот, я даю, так вот, да, так вот сайенс-фикшн, да, так вот определение. Что сайенс-фикшн – это литературное направление, которое изучает психологические, социологические эффекты, индивидуальные и коллективные, которые возникают при столкновении человека с неизвестными ранее технологиями и законами природы. сайенс-фикшн, идеологией сайенс-фикшн является позитивизм, он по определению в вводных отсутствуют потусторонние силы, это сразу выводит, и отсюда, то есть мир в сайенс-фикшн, не познанный, но познаваемый. Отсюда сайенс-фикшн – это принципиально литература социального оптимизма. Мы социальный оптимизм с хэппендами не путаем, да? Вот примерно так. Так что… Звездные войны… Звездные войны с какого конца? Звездные войны – это чистая фэнтези, где просто рыцари и эти самые переодеты из панцирей в скафандры. Максим еще просил слово. Я тоже по первому вопросу хотел сказать. К нашему разговору на самом деле прямое отношение имеет термин так называемая твердая фантастика, или по-английски hard science-фикшн. Это на самом деле, конечно, явление, которое где-то, наверное, в 40-х-50-х, условно, там, и термин появился тогда же. То есть это на самом деле тоже возвращение к каким-то основам, потому что до этого была… Любая вещь по спирали развивается. И, как сказать, в Америке, и в нашей стране были очень интересные параллели. Но с одной стороны параллели, а с другой стороны совершенно разная история. И, значит, американцы вот некое возвращение… Тот же Хайнлайн, например, говорил о возвращении, так сказать, более твердой научной фантастики. А у нас было еще интереснее в свою речь, и более трагическая, так сказать, история, когда некоторое время господствовала так называемая фантастика ближнего прицела. То есть это, если говорить терминами, так сказать, твердой фантастики, то это, конечно, с одной стороны более твердая фантастика. Но что значит твердость? Она, во-первых, бывает разных степеней, а во-вторых, она в разных измерениях, что называется. То есть можно… Твердость – это ближе к научной первонавиации, а можно твердость, имеется в виду, значит, минимум человеческих отношений и больше развивать, допустим, идею какую-то фантастическую и так далее. Вот как раз я подвожу разговор, да, хорошо, к нынешнему нашей ситуации, когда у нас по спирали многие голоса раздаются, а хорошо бы вернуться тоже к какой-то твердой фантастике или даже сверхтвердой фантастике, как вот Борис Штерн как-то, не знаю, иронично или не иронично он назвал, да, по крайней мере, часть его книжки можно так обозначить. Там под конец у него тоже, так сказать, уже не очень твердое пошло со всех точек зрения. И на самом деле вот этот термин, hard science fiction или твердый научный фантастик, мне кажется, вот можно его взять в оборот и вот рассуждать прежде всего на нашей встрече именно об этом явлении. Спасибо. Так, мы перебрали время. Да, давайте переходить ко второму. В общем, наверное, договорились, что научная фантастика – это про науку и без вызывающих наглых отклонений от научной истины. Ну, скорость света, прости. Ладно. А теперь второй вопрос, совсем провокационный. Есть ли в обществе потенциальный спрос на научную фантастику? Среди какой категории читателей и на какую фантастику? И давайте, наверное, все выскажемся по очереди, потому что очень многие, да практически все, кто здесь сидит, испытали себя и в образовательных, просветительских жанрах, и в научно-фантастических. То есть на собственном опыте сравнили спрос. Давайте начнем с Антона. Он как-то мало пока говорил. Спасибо. Ну, из моего собственного опыта действительно вопрос подразумевает… Меня слышно, да? Нормально. Собственный опыт. Я могу сказать, что, в принципе, интерес к современной научной фантастике прежде всего, конечно, испытывают те люди, которые выросли на фантастике в принципе, то есть старый фэндом. Люди, которые действительно были в свое время в молодости, ну, как я, да, и мои друзья, и люди старшего возраста, которые росли на фантастике классической, фантастику доставали где-то, потому что фантастика была в дефиците в Советском Союзе, если кто забыл. И вот именно тогда для нас научная фантастика была просто фантастикой самой по себе, потому что она преобладала в том, что публиковалась. Да, да, да. И, естественно, поскольку мы вот сформировались, наши предпочтения, наши убеждения и прочее на ней, то, естественно, мы сегодня, я не отделяю себя от этих читателей, ищем в научной фантастике, то есть возвращаемся, что называется, к истории молодости, когда читаем новых научных фантастов, которые приходят именно просто потому, что нам эта фантастика более всего нравится в силу, так сказать, воспитания и образования. А что называется новое поколение, то сегодня совершенно очевидно к научной фантастике проявляют интерес старшие школьники и младшие студенты в силу того, что современная фантастика дает, прежде всего, научное, именно основу для обобщения. Информации очень много, информация прет со всех сторон, есть тенденция к тому, что становится трудно воспринимать информацию, потому что она становится такими вот как бы блоками короткими, считается, что именно так она должна лучше усваиваться, на самом деле она так усваивается хуже, потому что она не дает некого системного взгляда. Научно-популярная литература, к сожалению, я действительно очень много читаю научно-популярной литературы, ее рецензирую, поэтому могу сказать компетентную в этом смысле, не дает общей картины. Сама научно-популярная литература часто, к сожалению, ну, видимо, в силу того, или вряд ли можно выносить какие-то категории, сама вынуждена прибегать очень часто к фантастическим примерам, к примерам из фантастики, именно потому что у нее нет инструментария, чтобы сделать обобщение более глобальное, чем рассказав о какой-то научной дисциплине. И поэтому, разумеется, те, кто из молодежи, кто хочет иметь общий, более-менее общий взгляд на то, что происходит в науке, куда движется наше общество, наука и цивилизация, они прибегают к фантастике, они ее интересуются, ну, естественно, поскольку там есть разного уровня авторы. А? Они ее пишут или читают? Читают, читают. Я говорю все-таки именно о научной фантастике в целом, то есть не разделяю сейчас пока на российскую и западную. Я надеюсь, мы поговорим позже, почему у нас такие проблемы, а на Западе все хорошо, то есть сравним две модели. Я говорю в целом. То есть вот эти два поколения, между ними есть определенный разрыв, его тоже можно обсуждать, но, тем не менее, интерес есть, и этот интерес растущий. Антон, вы сейчас важную вещь сказали. Просветители, научные журналисты берут примеры из фантастики не потому, что им хочется живенько, а потому, что фантастика может то, чего не могут они. Это я потом еще об этом поговорю. Ладно, хорошо. Давайте тогда дальше. Борис Евгеньевич, вы что-нибудь скажете? Очень коротко, да. Я написал две книжки. Одну научно-популярную, другую научно-фантастическую. Вложил в них примерно одинаковое количество труда и души. Научно-фантастическое идет в 3-4 раза медленнее. Так что вот судите, значит, о соотношении этих самых. Может быть, еще, правда, моя позиция здесь немножко влияет роль, потому что мои коллеги считают, наверное, что я маюсь дурью, написав вторую книжку. Скорее всего. Ну вот, просто короткое наблюдение. В 3-4 раза хуже, примерно с одной и той же позиции. Вот эти два разных жанра. То есть, как бы получается, что поскольку есть просветительство, может быть, так, научная фантастика не очень нужна. Это Жюль Верн мог, развлекая, наставлять, сообщать читателям всякие интересные факты из географии и биологии. А теперь-то есть мы, научные журналисты. Может быть, уже фантастика не должна этим заниматься? Ну, что касается изначального вопроса, есть ли спрос. Спрос, конечно, есть. Спрос есть на переводную, научную фантастику. Почему на переводную? Может быть, я упряжу Антона. Но потому что наши фантасты, к сожалению, писать не умеют литературу. Вот, как таковую. Проблема в том, что у наших фантастов, даже очень эрудированных, очень умных, у них отсутствует системное гуманитарное образование. Но нет этого. А для того, чтобы писать литературу, все-таки надо любить литературу, а не науку. Это раз. Второе. Что я могу сказать по поводу популяризаторов? Ну, по-моему, очень хорошо сейчас все с научно-популярной литературой, именно такой живенькой, с научно-популярными изданиями периодическими, с научно-популярными сайтами. А с научной фантастикой, ну, хорошо, с западной, с переводной, с Питер Уоттс, Иен Макдональд, Киберпанки. Люци Синь. Прекрасно же все. Рейнольдс, Робертсон. Ну, Робертсон, на самом деле, с ними не так все прекрасно, а вот Иен Макдональд, например, сейчас, пожалуйста, новые книги, его в переводе. Писатели хорошие, умеют писать. Все. Ага. Давайте еще спросим Кирилла Юрьевича, давно об этом мечтаю. А почему вы, собственно, не пишете научную фантастику? Не хочется? Ну, я полагаю, что время научной фантастики, как вы понимали, просто прошло категорически. Потому что наша юность прошла, Азимов, Кларк, вот это вот все. И что мы теперь видим? Теперь мы имеем портал элемента РУ, из которого мы можем вылезать в любые вещи. Мы имеем замечательные BBC-шные сериалы просветительские. И вообще все, что нам нужно почерпнуть по научно-образовательной части, мы можем получать оттуда. И нужда... Ну, хорошо, так сказать, хорошо был Азимов, который был все-таки биохимик по базовому образованию, да? Или Кларк, который был инженером. У них, по крайней мере, стремительно падающих домкратов не было в текстах, которые раздражают. А здесь получается... Это всегда получается смесь. И не пойми, что на выходе. То есть, что с одной стороны, с точки зрения науки, это бог знает что. С другой стороны, с литературной точки зрения, это вообще никуда при сравнении с настоящей литературой. То есть, гибрид получался совершенно ненужный. Но его терпели, потому что он выполнял действительно некоторую социальную функцию, как там это самое, звать молодежь в автузы, по-моему, такой был, да? И все прочее. А по нынешнему времени эта задача полностью решается, полностью очень хорошо решается популярной литературой. И поэтому... В нашем государстве, где сплошные, так сказать, скрепы, смех искандеров и прочее, конечно, не ставят, а в мире отлично все ставится и отлично все со всем этим делом обстоит. Мы... Опять же, вот вы не забывайте, что мы... Как это? Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Не забывайте, что мы 25 лет живем в обществе, которое панически боится будущего и которое действительно на уровне вот уже спинного мозга, там копчика и всего прочего, панически боится любых изменений. И то, что, так сказать, все эти самые стабильность как... Это же не то, что откуда-то вообще, так сказать, вот внедряют с помощью башен ПБЗ в мозги. Это же действительно запрос общества, которое напугано панически. Ну, власть некоторым образом это канализирует. Поэтому в таких обществах, вот в таких условиях я был бы очень удивлен, если бы был спрос на научную фантастику. А тот, который... тот маргинальный спрос, который есть, он отлично удовлетворяется западной переводной фантастикой. И все, и привет, слава богу, что хоть импортозамещение здесь у нас не происходит. Так что, да, с моей точки зрения ту роль свою она сыграла. И если у меня есть, вот, пара секунд, вот давайте сравним «Затерянный мир», Шерлок, Канадойлевский, и Юрский парк Крайтона. Вот все мы с детства помним великолепного профессора Челленджера, вот, диалоги. Я прошу довести до сведения лорда-председателя, что этот человек является моим личным врагом с той поры, как мы вели полемику на страницах журнала Science Review. Лорд Рокстон, прозванный бичом божьим в трех странах Южной Америки. И какое на этом месте имеет значение, что Гинга не растет в Южной Америке, что в Южной Америке не могло быть антропоидов, и все. Какое это имеет вообще отношение к делу? Это литература. И мы ее помним. Вот она с детства сидит. А научно-популярная пастеризованная жвачка Крайтона, она в одно ухо влетела, и в другое, из другого уха вылетела. Если бы не было экранизации, эту вещь никто бы вообще в жизни бы не вспомнил. Но это уже не Крайтону, а к спецэффектам и всего прочего. Вот, собственно, и в этом и состоит разница. Что это в некотором смысле старая полемика, то есть два, вот это Вася бы лучше, конечно, объяснил, старое разделение фантастики, то есть Жюльверновская линия и Уэллсовская линия. Одни пишут о людях на фоне некоторых механизмов Уэллс, а другие пишут про механизмы, которыми, так сказать, вот, к сожалению, приходится, так сказать, вот вводить всяких, так сказать, вот дурацких этих самых двуногих без перьев, которые, так сказать, вот ими управляют, вот от себя и с отвращением, которых рисуют. Вот, собственно говоря, и две линии. Поэтому Канан Дуэль это про людей, и это литература, и это нам памятно и сидит в голове. А Крайтон это ничто, с моей точки зрения. Кирилл, я... Прекрасно. Вот, я передаю, мне, наверное, передают. Одна минута осталась на вопрос. Кирилл, я хотел сказать, что это различие... Про это ладно. А, кстати, при Канан Дуэле был социальный заказ на... Ладно. Нет, я все-таки хочу... Мы были героями тоже. Да. Это же было... Есть кого-то перебить, невозможно. Я понимаю. Ну, хорошую... Это лучшее время в истории человечества. Просто какую-то противоположную хотела бы все-таки мысль высказать. То есть, с одной стороны, конечно, можно согласиться, что фантастика – это прежде всего литература, это главное... Ну, фантастика разная, во-первых, бывает. Вот. И все-таки я бы сказал, что явления последнего времени они как раз показывают, что появилась у читателей потребность и в другой научной фантастике, что называется. Ну, во-первых, вот, особенно в прошлом, позапрошлом годах выходили американские бакбастеры, там, вроде, это, там, гравитации, марсианина, интерстеллара, ну, другая земля, я бы еще сказал. Во-первых, стремление к тому, что вот строго сделать по науке все, то есть достоверность. Ну, там критикуют, понятно, но стремление явно выражено. И второе – это выразить некий гимн науки, то есть донести до самой широкой аудитории, до самых широких масс о том, что наука, во-первых, круто, во-вторых, она необходима, она помогает, в общем, такая своего рода пиар науки, поэтому, да, и эти фильмы были, во-первых, очень востребованы, во-вторых, они, так сказать, и с художественной точки зрения, в принципе, так что я не могу согласиться, что прямо вот отныне и навсегда сейчас, так сказать, у нас будет там софт-фикшн, да, а не когда уже хард-фикшн. Ну и потом у нас писателей достаточно упомянуть, вот еще Ника Горькова, например, в Панке читаю. Ну, я понимаю, что по-разному может там отнестись, но в принципе тоже, то есть в принципе, ну, почему Графоман? Ну, не без этого, ладно, там неоднозначно это. Нет, ну, не знаю, вот Леха Андреев, например, так сказать, это футурология, да нет, на самом деле я собрался еще, может быть, потом тогда этот самый, проконтретный именно, но просто я говорю, что есть, как бы вот, ну и вот у Бориса очень интересно в первой книжке, мне даже кажется, более, это, как бы сказать, перспективно, это он в духе того же Перельмана, значит, иллюстрирует какие-то, так сказать, научные, с какими-то зарисовками фантастическими, то есть, в научно-популярной литературе вполне органично вот вплетаются вот такие вот эпизоды фантастики, и люди с этим, с большим удовольствием, даже вот я сам читал, по крайней мере, поэтому это вполне перспективно и такое направление, спасибо. Да, Максим, тут мы как раз плавно переходим к следующему вопросу, как соотносится просветительство, популяризация науки с научной фантастикой, что между ними общего, в чем между ними разница? Ну, есть вообще между ними что-то общее? Кто отвечает? Мне отвечать, да? Да, да. Ну, если один человек способен писать то и другое, то, наверное, что-то общее есть, но перекрытие не очень большое, на самом деле. то есть и то и другое, конечно, должно быть литературой, то есть на самом деле популярная литература это прежде всего все-таки литература, и лучшие популярные вещи у них полно эмоций. Например, возьмем Осипа Самуиловича Шкуловского. Да. Вот. Это действительно литература. Фантастика, фантастика, о которой речь, которая имеет какое-то просветительское звучание, потому что фантастика не обязана быть просветительской. Вот. В ней центр тяжести переносится тоже на эмоции. Человека скорее не объяснить ему что-то, не впарить ему информацию, а скорее все-таки зажечь человека, воодушевить его. Как это? Чтобы дальше у него появился интерес, и дальше то, что надо бы узнал сам же. Да, Борис Евгеньевич, но ведь это все могут делать и другие жанры. Не обязательно это должна быть научная фантастика. Вот. Та же самая Америка Релод Гейм. Я про себя могу сказать. Я тоже не очень гуманитарно образованный человек. Для меня просветительский потенциал этого произведения был очень велик. Я все время лазила в Википедию, чтобы понять, что было на самом деле, ну, то есть в нашей ветке реальности, а что автор придумал для своего мира. Да, и тут вопрос. Это было умышленно? Это было не просто умышленно, а это была одна из тамошних фишек. чтобы, вообще-то говоря, было понятно, это имело место быть в реальнии, или это принадлежность вот этой альтернативной ветке. И там сплошь и рядом есть факты, которые кажутся абсолютно невозможными, которые на самом деле являются чистой правдой. И тем не менее, с другого конца у вас есть факты, ну, а как же, ну, все нормально, должно было иначе, чего не было. Игра с этими вещами, чтобы нельзя было отличить одно от другого. Это одна из главных вещей. Ну, надо сказать, при этом опять-таки надо опять-таки заметить, что если вы помянули Америку, то это-то как раз, это гимн вот этой эпохи просвещения. Это викторианская, эдвардианская эпоха, да, которая действительно была, с моей точки зрения, это было просто лучшее время в истории человечества, да, когда мир был вот открыт, рационален и все прочее. То есть, вообще-то говоря, вот стимпанк, в некотором смысле, это же стимпанк, да, в некотором смысле, это стимпанк. А что такое стимпанк? Стимпанк – это в некотором смысле тоже, что и фэнтези, только фэнтези у вас романтизируется до потери пульса средневековья, а здесь вот точно тем же манером идеализируется и романтизируется вот эта самая эпоха викторианская и эдвардианская, то есть эпоха профессора Челленджера, Алана Квотермейна, героев, ранних героев Беляева и всего прочего. Вот, собственно, и отсюда, отсюда и общие мироощущения и все прочие дела. Что-таки попозже, попозже. Это еще, нет, я и говорю, викторианская и эдвардианская. И ее, и ее, и ее, и ее, и ее, и ее, соответственно, от норки. Какая-то сталинская эпоха, вы что? Вы о чем говорите? Какая там сталинская эпоха? Там никакой сталинской эпохи нет. Это идеальный мир, который вырастает из эдвардианской эпохи. Давайте Антону передадим. Может, все-таки... Я просто хотел сказать, что стимпанк это совсем не то, что сказал Кирилл, но это, наверное, тема для отдельного круглого стола. Просто можно вспомнить классические произведения стимпанка и сравнить с тем описанием, которое он сейчас привел. Это машина различий Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга, это подземный Милеофан, Блейлока и так далее и тому подобное. Это нечто совсем другое. Это не о чем-то своем говорил, извини. А можно четко в двух словах разницу для тех, кто не читал или Кирилла Юрьевича, или... Ну, во-первых, никакого оптимизма исторического нету в этих произведениях. Во-вторых, они совершенно необязательно о эпохе викторианской. Пожалуйста, подземный Милеофан. Прошу прощения, а если уж мы тогда идем по индуктивному пути, а не по дедуктивному... Замок Хауэлла это что? Замок Хауэлла это книга Диана Уинн-Джонс? Черт, нет, нет, нет. Миядзаки. А, это экранизация книги Диана Уинн-Джонс. Это стимпанк или не стимпанк? Понятия не имею. Нет, это, конечно, не стимпанк. Отличный ответ. Нет, если мы будем говорить о том, что стимпанк, который стимпанк... Так, ну, может быть, мы вернемся к научной фантастике. Что еще она такого просветительского может, чего не может? Та же самая альтернативная история. Раз уж мы решили историю в науке снимать. По поводу оптимизма, по поводу техники мы имеем что-нибудь сказать? Антон. Ну, вот я недавно писал книгу, о Гагарине. Вы не поверите. Очередную. И у меня отдельная была глава, посвященная его, собственно, работам, научно-популярным и научным. То есть он не только был космонавт, выдающийся и известный всему миру, но в то же время после полета занимался еще и такой работой. У него была книга «Психология и космос», которую он написал совместно с психологом Центра подготовки космонавтом, Лебедевым. Замечательная книга, она несколько раз переиздавалась, и она, в общем, имеет и научную ценность, и в то же время и, в общем-то, читается совершенно спокойно дилетанту, потому что она такая популярная достаточно. Так вот, у него там есть глава, у Гагарина с Лебедевым, у них там есть глава, которая посвящена собственно взаимодействию, в то время действительно тема была новая, актуальная, активно эксплуатируемая фантастики, в том числе, посвященная взаимодействию человека и машины, то есть, ну, понятно, космический корабль, там довольно значительный момент играет автоматические приборы, вот эти вот все, которые, собственно, управляют космическим кораблем, наблюдают за окружающим пространством, как, собственно, экипаж должен с ними взаимодействовать, то есть, этому был отдельный раздел. Как вы думаете, каким примером обращаются Гагарин и Лебедев в этой своей книге? Вместе к фантастике, к Азимову клему. Почему? Потому что если рассказывать об этом, ну, потому что мало в то время было, это начало все-таки 60-х, до середины 60-х, мало кто мог работать вот в этой вот среде, да, автоматизированной, и поэтому для того, чтобы описать эти процессы для людей далеких от этого, именно психологию человека, работающего с механизмами, которые обеспечивают его существование во враждебной среде, приходилось прибегать к примерам из опережающего знания. Опережающее знание давало, и сегодня дает, и до сих пор это дает, именно фантастика, и прежде всего научная фантастика, потому что фэнтези и альтернативная история, почему они так и называются, фантазия и альтернативная история, и я. Собственно, в названии все заложено. Мы оперируем историческими, прошедшими процессами, то есть это все вчерашнее, это уже прошедший день. Да, мы можем обращать к ним, к этим жанрам, какие-то наши там рефлексивы. Понятно. Кстати, между прочим, я вообще не понял, почему за этим столом, за этими двумя столами еще раз поднимался вообще вопрос художественности. Понятно же, зачем художество, это же, если мы говорим о художественной литературе, фантастика – это часть художественной литературы, зачем еще раз эту тему поднимать? Я вообще не понимаю. По-моему, это как бы должно подразумеваться по умолчанию. Ясно, что художественная литература отличается от той же популяризации, наличием развитой рефлексии персонажей и так далее. Об этом можно, конечно, говорить, но это бессмысленно. Фантастика позволяет, в общем-то, делать вещи, которые не может обычная литература. Да, она, конечно, разумеется, и то, и другое литература, разумеется, мы говорим прежде всего о людях, всегда о людях, даже если мы пишем об инопланетянах или там о других планетах или о чем угодно, но не всегда мы можем представить себе людей в опережающем знании, то есть в пространстве возможностей, с одной стороны, а с другой стороны в пространстве того, куда мы попадем. То есть, грубо говоря, могут быть тут три вещи. Обобщение, то есть того знания, которое мы накопили и которое нас куда-то ведет, это вот это вот, ну, то есть, вообще детская здания, то есть пространство знания, которым люди оказываются сегодня и которое нужно как-то вот для себя упорядочить. И оказывается проще действительно это отрефлексировать через персонажей, чем просто вот директивно рассказать. Второе, это определенный социальный заказ, то есть, грубо говоря, мы можем, помещая наших персонажей и рефлексируя на вещи, которые еще не произошли, как это делали и в прошлом, собственно, тот же Уэллс и Герберт Уэллс и Жюль Верн. То есть, вещи, которые нам понадобили, может быть, скоро понадобятся, то есть мы можем их себе представить и посмотреть, как мы к этим вещам будем относиться. То есть, это определенный социальный заказ. И, конечно же, третье, что несет научная фантастика и чем она опережает литературу и что невозможно в научно-популярной литературе, это определенная философия. То есть, философия восприятия действительности и, кроме того, философия науки. Вот этот пример про Гагарина, который я привел, он указывает, что некоторые вещи мы не сможем проговорить, чтобы нас просто поняли. Вот недавно был, вы знаете, нашумевший, наверное, все уже посмотрели фильм «Прибытие». Ну, по знаменитому рассказу Теда Чана. Кстати, я думаю, что после того, как фильм этот появился, все сразу прочитали рассказ Теда Чана «История твоей жизни». Да-да, я заканчиваю. Там, на самом деле, и в рассказе, и в фильме поднят довольно серьезный глубокий вопрос из раздела именно философии науки, поднятый Питером Эткинсом по поводу как раз этого света. Как это может выразиться, как это может быть спроекцировано на общество, на человека, на его судьбу и так далее. Этот аспект, эта проблема, она просто так не проговаривается. Ее можно понять только через художественный образ, через рефлексию. И вот это тоже один из способов фантастики, то есть одна из задач фантастики, которая ее отличает от популяризаторской с одной стороны литературы и от литературы вообще. Ага, ну, можно подвести итоги. Фантастика у нас обращена в будущее, научная фантастика. Фантастика создает ситуации, которых еще нет, но которые имеют быть в скорости появиться. И фантастика помещает в эти ситуации живых людей, которым можно сопереживать, с которыми можно самоотождествляться, за которыми интересно наблюдать. Вот эти три позиции, которые она могла бы использовать. А можно спросить, пользуется ли этими своими возможностями российская научная фантастика? Это, ну, пожалуй, еще часть третьего. Можно ответить куртка, нет? Как вам кажется? А, ну, давайте перейдем к этому. Какая компонента важнее в научной фантастике, литературная, художественная или просветительская? Насколько они конфликтуют друг с другом? Ну, я надеюсь, никто не скажет, что литературная не важна, нет? Ну, насчет конфликта. Научным фантастам все время хочется что-нибудь такое рассказать. Кирилл Юрьевич, вот вы тоже ведь рассказывали про закон Бернулли, про х-образные каналы, через которые выходят газы, а без этого никак? Хотелось зачем-то это сделать? Во всяком случае, я не ставил себе такой задачи напрямую, но избегать, во-первых, было бы, это ровно та же игра, во-первых, было или не было, могло быть или не могло быть, ну, собственно говоря, вся Америка это одна большая игра, да, в несколько слоев, в несколько, с несколькими способами, и да, это одна из этих игр. Поскольку по нынешнему времени закон Бернулли, по-моему, из школы убрали, закон Бернулли, из школы убрали, ну, вот, так сказать, возьмите и нагуглите, что это такое, если интересно, посмотрите, обман это или не обман, да. Не просто для правдоподобия, а что обман это или не обман, то есть могло быть такое или не могло быть такое, да. И это не портит произведение, на ваш взгляд? Опять же, это же не мне судить, портит или не портит. Я же не могу адекватно оценивать собственные произведения. Это же совершенно невозможная вещь. Но это не случайно, это будет... Да, да. На всякий случай, как раз по прошлой позиции насчет альтернативной истории и всего прочего, я полагаю, что альтернативная история, она вообще к фантастике не имеет никакого отношения вообще. Если это... Ведь главная вещь в альтернативной истории – это поиск вот этой развилки. Лошадь захромала, командир убит, враг вступает в город в пленных нищадя, потому что в каком-нибудь хузнице не было гвоздя. Вот, поиск вот этого самого гвоздя, где история могла перескочить на другую стрелку. Вот, собственно говоря, вот это самое главное – поиск вот этой развилки, правдоподобной хоть сколько-нибудь, и которая действительно малосущественная вещь, которая привела к перескоку. Так вот, эта задача, поиск этой развилки – это задача вообще-то не фантастическая, а детективная. То есть, если уж... Есть место, что если уж говорить, что это вообще не фантастика, а раздел детектива, с моей точки зрения. Задача, конечно, детективная. Вот, я закончил. Давайте других участников спросим, зачем им научная составляющая, которую многие ругают, ненавидят. А издатели уж во всяком случае, читатели по-разному. Антон. Ну, ты скажи, потом мне минуточку оставь только. Ну, дело в том, что... Неожиданно. Ребят, по две минуты. Да, давайте, да. Дело в том, что, ну, понятно, что наука нужна для... Грубо говоря, если вы пишите... Если вы себя позиционируете как научную фантастику, то вы прибегаете, разумеется, к науке, да? Собственно... Нет, ну... Я просто говорю, что на этот вопрос трудно ответить, потому что в нем в вопросе половина ответа, да? Да, и поэтому это можно перебирать. Собственно, для тех, кто хочет писать научную фантастику, тут как бы вопросов нет. Для тех, кто не хочет, тоже, по-моему, вопросов нет. А, сейчас нет, у нас вы есть. Да, ну, собственно говоря, какая компонента фантастики важнее? Повторю вопрос, на который мы должны отвечать. Ну, несколько лет назад у нас в Санкт-Петербурге на Петербургской фантастической ассамблее, кстати, ищите в интернете, регистрируйтесь, приходите. Был в гостях такой научный фантаст американский Питер Уоттс, кстати, гидробиолог, отчасти коллега Кирилла Яськова, в какой-то степени отдаленной. И он как раз рассказывал, я его спрашивал, как он подает некую научную информацию. Он говорит, я пытался прямым текстом, но это получается какая-то унылая Жюльверновщина, совершенно неудобоваримая. И как в моем романе Бетагемот, по-моему, а может быть какой-то еще из этой серии, у него передается научная информация. Главного героя, который некую тайну хранит, его пытают, пытает маньяк. И вот в процессе этой пытки маньяк пытается вытянуть из него информацию, а главный герой у него во внутреннем монологе, как бы ему не передать эту информацию. То есть это чисто литературная такая игра, она к научному методу никакого отношения, слава Богу, не имеет. И, безусловно, какая-то научная информация, она только тогда запоминается, тогда входит в сознание читателя, когда эта научная информация каким-то образом объясняет мотивацию главного героя, когда эта научная информация является частью тропов. Что такое тропы, я думаю, все филологи, присутствующие в зале, знают. Когда эта научная информация каким-то образом формирует характер, формирует среду, в которой живет главный герой. Только так, только так и не иначе. Так что литература, конечно, на первом месте, безусловно. Насчет литературы на первом месте абсолютно согласен, а вот насчет того, что только так и не иначе, это извините. Кто как хочет, тот так и делает. Получится или не получится у него, это другой вопрос. Извините, если мы сейчас начнем перебирать примеры, мы наверняка найдем успешный, но мы делать этого не будем из-за недостатка времени. Конечно, конечно, сильно это самое, конечно, это делать тяжело. То есть наука, это, ну как, матчасть. В литературе тоже должна быть матчасть. Описание крестьянского быта, чего угодно. Описание науки тоже. Это создает некий фундамент. И это делать действительно сложно, потому что впихнуть человека в информацию в литературном произведении, там, как это, пихнуть много информации тяжело. Теряется вот эта человеческая составляющая и так далее, и так далее. Вот. Ну, и для меня это было тяжело. Кое-что у меня получилось, типа люди бухают и обсуждают, так сказать, высокие материи, вплетая туда технику, как эти высокие материи можно реализовать. Кое-где пришлось это изображать, например, как пресс-конференцию. Это уже хуже получается. То есть доклад. Многие делали так. Например, может быть, тоже неудачная вещь была у Пелевина в Generation P, где он свои взгляды изложил в виде этого самого письма Ча Гевары. Да, да, да. Вот. И это тоже не очень удачно. То есть это действительно проблема. А? Не очень органично, да. Вот. То есть эта проблема, я, например, эту проблему вот почувствовал на собственной шкуре. Вот. Где-то я решил удачно, где-то неудачно. Вот так вот. И меня сейчас подмывает это дело как-то немножко переделать. Все. Еще? На самом деле, ну ладно, я хочу очень коротко сказать, что на самом деле, конечно, литературная составляющая и в научно-популярной литературе очень важна. Мы как-то так. То есть гораздо больше общего научно-популярной литературы с научно-фантастической. На самом деле, в научно-популярной литературе тоже есть свои идеи, свои находки, свое наследование. То есть, например, каким-то образом кто-то первый придумал, значит, допустим, описывать там работу, как работает квантовая механика, потом, значит, кто-то пытается, так сказать, какой-то другой язык научно-популярной литературы найти. И очень важно еще, чтобы любой текст должен был читабельный, тем более для массовой аудитории, поэтому волей-неволей, конечно, все равно научно-популярная литература, она тоже, в общем, литература, что называется, из большой буквы, если это хорошее. И потом еще смычка происходит в очень многих вещах, например, биографии ученых, которые там, ну там даже могут появляться какие-то и полуфантастические или такие предположительные элементы, там тоже, так сказать, чуть ли не альтернативная история, то есть, ну это долгий разговор, на самом деле, действительно, об этом не сейчас. Спасибо. Следующий вопрос. А, только одна реплика. Вот крайним, по-моему, примером такого романа, где вот все впихивается, информация, 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 это Абнуэль, вот это вот его последняя вещь, вот, причем мне она понравилась, ну потому что я это все понимаю более-менее, о чем он пишет, и там есть юмор, и там есть много чего интересного, но средний человек спотеет, наверное. Ну давайте перейдем к пятому вопросу, зачем ученые и инженеры пишут фантастику? Борис Евгеньевич, я забыла, что мы имели в виду, зачем им это надо или зачем это надо народу, когда придумывали, что мы имели в виду? Ну допустим. Зачем им это надо, допустим так, и кто вообще ее должен писать согласно профессии и навыков? Ну, сознавайтесь. Да, вопрос мой, ну если обо мне зашла речь, но я могу сказать, ну почему? Ну это, многие люди хотят писать, есть масса графоманов, вот, и как это, а графомана от неграфомана там отличают какие-то 10 сантиметров, хорошая архитектура от плохой, на самом деле очень трудно это самое, это все определить и очень трудно понять, кто ты есть, когда ты это делал и начал, это решает только время. Вот, то есть люди хотят писать, и я писал не только фантастику, я писал множество популярной литературы, я писал довольно много стихов в свое время, вот, поэтому, как это, из людей это все прет, и это никуда не денется, а если говорить именно о фантастике, то просто ученые-инженеры это наиболее подходящий для этого контингент, вот, вот только и всего, только и всего. Да, но прошу прощения, например, Лем по образованию был медиком, насколько я помню, какое право он имел? Сейчас, кто-кто? Станислав Лем был медиком, насколько я помню, по образованию, какое право он имел писать о ракетах? А, медиком еще и недоучкой, подсказывает Антон. Не, ну, везде есть какие-то распределения, Если мы сейчас начнем перечислять специальности фантастов, до того, как они стали фантастами, исходные, то здесь будет сильный перевес в сторону науки и то самое, инженерных всяких специальностей. Хотя, конечно, всегда есть исключения. Давайте еще и Кирилл Юрьевич. Считать надо, Вы-то зачем? Не будем тратить на это время. Да еще и фанфики, простите, по Тулкину. Мне-то как раз ответить на этот вопрос очень просто. Дело в том, что я написал в свою жизнь довольно много научных текстов и некоторое количество художественных. Разницу между научным и художественным текстом я понимаю достаточно хорошо. Теперь, вот как хорошо сформулировал Саша Раутян, ученым платят за строчек, а писателям платят за межстрочные пробелы, которые читатель заполняет сам по собственному разумению. В этом разница принципиальная. Научный и художественный текст строятся абсолютно по разным законам. И, собственно говоря, вот Евангелие от Афрани, первая моя вещь, если вы помните, первая часть, она, это, конечно же, не научный текст, это, конечно же, не библеистика и все прочее, но она построена по тем законам, по каким строится научный текст. Постановка задачи, обзор литературы, обсуждение, резюме и все прочее. То есть так строится научный текст. А дальше письмо, собственно говоря, нашего начальника тайной службы, оно, собственно говоря, мне надо было объяснить, что же произошло на самом деле. Через некоторое время я с интересом понял, что я потерял контроль над текстом, он живет сам, так сказать, вот он некоторым образом, я над ним совершенно невластен. И фраза Пушкина, когда что будет с Татьяной, она выйдет ли замуж, почему я знаю, спросите у нее. Да, действительно, художественный текст это тот текст, который пишется сам, а ты только стоишь рядом, ну и стараешься что-то записать. Вот, собственно говоря, и различие. Поэтому для, соответственно, ученого-инженера, если у него есть какие-то к этому делу склонности, то есть вот попробовать себя в совершенно другом, поскольку и наука это тоже интеллектуальная игра, естественно, то это просто интеллектуальная игра другого характера, которая очень интересна с моей точки зрения. Это так. Так, разумеется. Разумеется. Нет, и вообще, когда я слышу, что сфератория должна, да кому должна? Никому, никто никому ничего не должен, вообще-то. Хорошо. Ну, давайте следующие. У нас осталось их всего два. Раз-два. Можно мне еще чуть-чуть добавить? По-моему, не вполне отчетливо прозвучало следующее. Говорили, что научная фантастика заглядывает в будущее. Мы уже, в общем-то, и делаем это. Говорили, что она моделирует ситуации, которые вскоре произойдут. Но есть еще один момент. Научная фантастика за счет того, что ее создатель знает немножко больше, чем, допустим, читатель, моделирует интересные ситуации, которые не пришли бы в голову человеку, который этим предметом не интересуется. Но вот хотя бы у Бориса Евгеньевича его твердая установка на то, что летать быстрее света нельзя и лететь до звезды придется тысячелетия, десятки тысячелетий. Нет, по-другому никак. Они создают интересную ситуацию, которая вообще достаточно редко встречается в литературе. Не просто в действии, ну что, ой, не ой, а не просто разрывы в десятки тысяч лет, а дело, которое делается с такими разрывами. И людям десять тысяч лет спустя все еще интересно продолжать именно это дело. Как это достигается? Ну вот, как это достигается, а иначе не получится история, которую автор придумал. Я считаю, это нельзя сбрасывать со счетов. Иногда научная фантастика и в плане занимательности может чего-то достичь, чего не достигают другие жанры. Вообще, я извиняюсь, что я так резко вмешался, но я бы хотел просто сразу сказать, что как жанр фантастика появилась благодаря именно научной фантастике, потому что до Жульверна, до Уэллса эта фантастика была лишь приемом, который использовали по необходимости наши классики. То есть термин фантастика появился еще тогда. Извини, Вася, мне пришлось вернуться опять к тому, с чего начали. Да, но именно как жанр, то есть как жанр, с этим, кстати, не спорят ни фантастоведы, ну, такие ведущие, ни Ирена Ковтун, ни Гейлер, Леонид, то есть они, в общем, с этим соглашаются в их работах, по крайней мере, я об этом читал, что и как жанр фантастика именно появилась тогда, когда туда пришла наука, то есть когда появился этот самый, собственно, метод научный, и от которого зависел уже и сюжет, и персонажи определенным образом, и вот тогда она появилась как жанр. Поэтому вырывать, говорить о фантастике без научной фантастики бессмысленно, я могу провести просто, ну, быстренько, быстренько, коротенько, пример, да, да, пример, пример того, как это формируется именно, ну, вот представьте, сначала был Жюль Вер со своей, из пушки на Луну, да, то есть вот это фантастическое допущение, сделали большую пушку, зафинтелили, оттуда пошла, собственно, идея космических полетов фантастики как таковой, до этого эти космические полеты были так или иначе связаны с мифологией, а не с научным мышлением. Далее эта идея фантастических полетов пришла, так сказать, была обработана уже у Уэллсом как предмет для того, чтобы представить, как общество будет выглядеть на этих других планетах, то есть космическая появилась фантастика, социальная. Далее это, поскольку эти общества на других планетах стали приобретать разные формы воображения писателей, появилась определенная платформа для фэнтези, то есть общество построено на магических принципах, то есть, понимаете, идея, в принципе, научная, генерируя через фантастику, проходя через нее, до, вот, проходит сначала от науки, потом через социальную фантастику, опять же, развлекательную фантастику, тут где-то как раз между социальной и фэнтези и спейс-опера затесалась со своими развлекательными инструментами, и приходит в конечном итоге и к фэнтези, то есть фантастикой научной является стержнем жанра, что бы мы ни говорили, она является стержнем, почему? Потому что, ну, не может фэнтези, которая основывается на мифологическом сознании, породить что-то новое, чего нет в этом мифологическом сознании, то есть это пересказ мифа на новый лад, а наука, качественная фантастика, генерирует новые идеи, новые образы, новые смыслы в процессе, вот, собственно, развития науки, наука развивается, она дает нам новые термины, новые образы, новое понимание вселенной, и это все литература через фантастику, в том числе сначала научную, как я говорил, потом социальную, потом развлекательную, потом и, да, вымышленную, то есть это все утилизируется, используется именно таким образом, поэтому, конечно, научная фантастика является стержнем фантастики как таковой. Антон, к материалу, к размышлениям, конечно, и до сих пор так. Извини, пожалуйста, сейчас в серьезном западном литературоведении первым научным фантастическим произведением считается Франкенштейн или Прометей освобожденный. Ну, согласен, согласен, почему нет, согласен, в общем, да, наверное, имеет смысл все-таки идти именно от Франкенштейна. Давайте шестой вопрос. БК Зарага, что могла бы дать обществу НФ, существуя она, ну, в России, как явление? За рубежом она существует, я все-таки считаю. Кто первый? Ну, давайте, я очень коротко скажу. Мне понравилось, на самом деле, да, мне понравилось определение, которое Кирилл дал научной фантастики. Вот. А? Это определение Хайнлайна. Да, 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 ну, может быть, может быть. Вот. Это, в таком определении научная фантастика дала бы достаточно сильный стимул против мракобесия, который у нас сейчас накрывает очень широкие слои. Вот. Вот и все, собственно. Вот этот стимул, это примерно то же, что и просвещение, но более эмоционально. Раз более эмоционально, это доходит до гораздо более широкой публики. Вот что могла бы дать научная фантастика. Противоядие против мракобесия. Ну, просто мы вроде бы отказались как бы рассматривать подробную социологию, но вообще можно заметить, что в советское время в основном фантастику писали даже не просто ученые, ну, там, за немногими исключениями. Ну, по-моему, спорить никто, наверное, не будет. Я не буду перечислять имена. Ну, и действующие ученые. То есть, ну, понятно, что как бы особо на эти литературные труды выживать не удавалось, как и сейчас. То есть, там, рассказы в каких-то научно-публимарных журналах время от времени не удавалось. Но, тем не менее, они делали важную вещь. Они как бы вот эту вот матрицу своего мышления они в общество передавали. То есть, это очень важное послание, когда человек говорит на массовую аудиторию, на очень массовую аудиторию, в советское время, так сказать, заражали не только подростков, но и взрослых людей. А если мы на ту же социологию посмотрим, грубо говоря, сейчас, то она резко изменилась. То есть, сейчас, если, особенно фэнтези, ну, не говоря, то есть, вот писатели фэнтези в основном или даже как бы, так сказать, более научных, вроде бы, как, если мы рассмотрим, то это в основном максимум это люди, которые получили, конечно, высшее образование, но где-то там в банках работают, еще какие-то девушки, вот я смотрю, так вот, сам. То есть, это интересная вообще сама по себе проблема, то есть, кто-то может просто заняться этим, это своего рода тоже научное социологическое исследование провести, но мне кажется, довольно резко сменилось в этом отношении те люди, которые это пишут. То есть, они уже передают совершенно другую матрицу, то есть, это вот эти вот всякие попаданцы, которые, это девушка мечтает, там, сидящаяся в банке или что-нибудь там, секретарь, вот. Да, ну, и очень много романтики, очень много юмористического фэнтези, много женского фэнтези, да, понятно, то есть, это даже преобладает. Преобладает развлекательный элемент, то есть, причем порой вот чистый развлекательный элемент, вообще без попытки даже какую-то там гуманистическую мысль донести или еще что-то такое, не говоря уж о том, чтобы кого-то заразить каким-то техникой. То есть, вот эта социология очень важна, то есть, если бы писали действительно фантастику, как бы вернулись туда вот люди, хотя бы, так сказать, которые занимаются наукой и прочее, то, вероятно, фантастика все-таки бы изменилась и посыл бы изменился, изменилось бы до какой-то степени и общество. Позвольте возразить, мы тут вспоминали фамилии, имена фантастов великих золотого века, Азимов, Хайнлайн и так далее, и тому подобное, Картр Кларк. Ну, я вынужден разочаровать здесь присутствующих. Дело в том, что, ну, примерно сейчас к ним, к этим авторам отношения у серьезных и современных писателей, фантастов западных и современных исследований, ну, примерно, наверное, как у физиков к опытам Ломоносова. Нету газа, теплорода. Да, замечательный злосновоположник, великолепный, совершенно персонаж, очень харизматичный, но это настолько все архаично, что, в общем-то, если посмотреть, почитать, на кого ссылаются, кто произвел впечатление, кто повлиял на тех, кто пишет научную фантастику сегодня, там вот этих вот авторов золотого века не найдете. Литература, фантастики, начинается так, фантастика в литературе, литература фантастики начинается с новой волны. Это совершенно другие авторы, другие персонажи, с другим образованием, с другими целями, другими задачами. Вот они реально повлияли на ту научную фантастику, которую пишут сегодня. А Азимов, ну, это же, собственно говоря, люди, как я уже говорил, без систематического гуманитарного образования, зачастую не очень хорошо знавшие английский язык, ну, вот поэтому они и писали научную фантастику, то, что позволяло, да, он очень плохо знал английский язык. Вы читали двухтомную автобиографию Азимова? Образование, да, у него он признавался, что он не знает, не читает, не читал никогда современную литературу, он не знал своих современников, он не интересовался этим. Ему это было неинтересно. Ну, собственно говоря, Хайнлайн, собственно говоря, ближе к Азимову, ну, правда, он американец настоящий, он владел американским английским языком, гораздо лучше Азимова. Вот. Ну, туда много чего включено. Ну, да, безусловно. Нет. Было. Нет. Совершенно верно. После экранизации, ну, пока что чужая к чужой стране бестселлером, да, ну, если выйдет что-то еще, да, тоже станет бестселлером. Да, да. И вспоминают именно об этой инъекции, а не о научных идеях, и так далее. Вы сказали или у нас еще остались вопросы? Мне кажется, во-первых, от вопроса мы куда-то ушли далеко. Очень коротко. Максим, отвечать будете? Просто я тут выставил своего рода адвокатом дьявола, потому что я действительно сам считаю, что наиболее важна в фантастике литературы, литературной составляющей, это безусловно, никто это не спорит, но объективно вот та советская фантастика, я не про... Ну, про американскую тоже можно говорить, там и про новое время, там про Крайтона можно вспомнить, которые, так сказать, все-таки в науку пошли, но неважно. Я все-таки про советскую говорил, а советская фантастика, если вот все перечислить имена, там Ефремова, Стругацких, там, я не знаю, Беленкина, Беляева, ну, Беляева не надо, но в смысле, как бы, да, он входит в разряд поучек или недоучек, ну... А мне вот кажется, Василий сказал очень важную вещь, разница между российской НФ и мировой НФ в разных основоположниках, вам не кажется? Мы все еще пытаемся возрождать Азимова, тогда как, зарубежная НФ стоит уже на совершенно другом базисе. Может быть, это вносит какой-то вклад и в различный успех того и другого. Ну, просто... Ну, как бы, а включать ее туда мы можем? Пелевин на переводе, так что все нормально. Пелевин уже научная фантастика у нас? А, между прочим, Пелевин прекрасный научно-технический роман, научный это, конечно. Мы еще потянем обсудить вопрос, как нужно организовать просветительство через НФ. Если это вообще у нас... Нет, я просто хочу констатировать, что все-таки советская фантастика, вот ее золотой фонд, он как-то более однозначен, чем американский в этом смысле. И он как раз вот эти имена... Ну, почему забыл? А что, другого ничего? Нет. Ну, хорошо. Но это проблема уже не наша внутренняя. В смысле, это... Да, читайте. Это просто у нас очень здорово изменилось не только время, но и государство. Скажу по этому вопросу. Коротко. Можно я скажу по этому вопросу? Уже по седьмому? Нет, по шестому. Коротко скажу. Был же вопрос, вы от него просто ушли. Вопрос был какой? Что бы дала российскому обществу научная фантастика, если бы она была? Ну-ка, вы как-то ушли опять про золотой век, про американцев каких-то? Я не понял вообще, как это получилось. Вопрос был практичный, касающийся нас всех. На мой взгляд, научная фантастика это один из немногих направлений внутри фантастики, которые действительно позволяют взглянуть на общество сверху, с позиции будущего, на нашу современность. И таким образом помогают какие-то вот вещи, которые нам кажутся важными. Вдруг увидеть, что они не так уж и важны. Вот эти вот мелочи, которые нас одолевают, да, вот эта вот вся наша фобия и прочая, и вот эта вот традиция, которую вдруг все начали сейчас возрождать зачем-то, все эти мироточащие вещи, которые, да, сегодня... она позволяет взглянуть сверху и сказать, слушайте, это же все такая ерунда. Нет, к сожалению, далеко не всякая литература древт фэнтези, например, наоборот, показывает нам, что на самом деле хорошо жить в Средневековье, замечательно. Нет, имелось в виду... нашей фантастики, он как раз вот на научных работниках и основывался. Так, второй вопрос. Ну, давайте к седьмому уже. Как можно организовать просветительство через NF? Насколько важно жанровое отделение от разных видов фэнтези? Это два вопроса? Или один? Кирилл Юрьевич уже высказался, никак. И не надо этим заниматься, есть элементы. Так, давайте первую половину скорее обсудим. Да. Ну... Нет, как можно организовать, мы ничего не говорили. Ну, для начала, я бы сказала, надо повысить ее популярность. Вот, как это сделать правильно? Кто? Ну, давайте я попробую начать. Ну, на самом деле, примеры у нас перед глазами из нашей собственной практики. Возьмем, конечно, Вася может все что угодно говорить, но есть Ник Горькавый, который имеет свою аудиторию, который переиздается и расширяется. Его уже переводят на английский и, скорее всего, скоро будут экранизировать. То есть, что сделал, собственно, Горькавый? Он четко себя позиционировал, ну, то есть, он определил свою аудиторию. Он сказал, мой читатель, ну, вот, собственно, для его вот этих историй об островитянке, это, там, вот, от 14 до 20 лет, да? А для сказок, да, от, скажем, там, 14 вниз, там, до 8, да? Он определил эти целевые свои аудитории и стал с ними конкретно целенаправленно работать. Забавно, конечно, было, когда он пытался и другую фантастику под это же подстроить. Ну, это потому, что когда он человек увлекающийся, ему кажется, что если вот он рецепт открыл для работы с аудиторией, то можно и всю остальную фантастику туда же в эту аудиторию вписать. Хотя, конечно, понятно, что аудитории разные, в разных направлениях жанровых, в разных авторов свои. Вот, то есть для того, чтобы просветительство продвигать через фантастику, то есть через художественную литературу, будем говорить, шире, необходимо, конечно, четко понимать целевую аудиторию, для кого конкретно вот этот текст, на кого он рассчитан, и прибегать к соответствующему арсеналу средств. Тут, конечно же, все зависит от опыта авторского, писательского. Собственно, грубо говоря, для какого-то писателя, который достаточно опытен и искушен, это просто вопрос техники. Для кого-то это будет открытие, то есть приходится ему преодолевать, то есть открывать велосипеды. Но, в принципе, путь понятный. Это что? Если вам нравится какая-то, если вам что-то интересно, вас трогает какая-то идея, которую хочется донести до максимальной аудитории, то нужно сначала, конечно, выбрать эту аудиторию, а потом использовать весь арсенал художественных средств для того, чтобы эту вещь донести. Можно, конечно, по-разному. Тут разные существуют способы. Например, сегодня, если вы заметили, можно даже, между прочим, вот я пропустил вопрос, потому что как раз он мимо меня проскочил, как-то непонятно был сформулирован, к вопросу о доле научности, доле художественности. Существуют разные тоже методы. Мы все видим, что сегодня активно развивается жанр докуфикшн. Докуфикшн, он, кстати, идеален, на мой взгляд, для донесения сегодня именно идей в чистом таком виде. Ну, когда, грубо говоря, реконструкция визуальная, это в основном в кино, но, в принципе, и в литературе это тоже начинает появляться весьма активно. То есть, когда какие-то реконструкции, реконструкции каких-то событий в будущем происходящих, ну, вот мне нравятся качества примера, могу привести, это замечательный фильм «Чужая планета», где, в общем-то, нет персонажей, точнее, персонажами являются два робота, которых отправили там с интеллектом ребенка, отправили в другую планету, и там, собственно, показано, это, собственно, сам фильм, это погружение в мир, в животный мир этой чужой планеты, то есть, как там устроены, ну, эти экосферы, каков-то, да, ну, то есть, собственно, это фильм о другой экологии, о другой биологии, ну, и поэтому это очень интересно смотреть, потому что фактически появляется альтернатива к нашей биосфере, и можно сравнивать, проводить какие-то параллели, то есть возникает некая ситуация, и даже для научного осмысления зрителя, потребителя, который ученым не является, но, тем не менее, ему дается вот этот научный метод, там нет персонажей, заметьте, это совершенно не художественный, вроде бы не художественный объект, но, тем не менее, да, да, этого конкретного фильма, ну, в том, что он дает, ну, позволяет, с одной стороны, раскрыть воображение, да, зрителю, то есть он достраивает что-то, он сам соучастник этого, то есть фактически персонажем, то есть, да, персонажем является он сам, некоторым образом, да. Это частный вопрос, да. Да, это уже частный вопрос, поэтому, да, да, давайте общий. Пару замечаний. Значит, если говорить о фантастике в определении Яськова-Хайнлайна, то вообще, в принципе, эта вещь близкая ко всяким просветительским вещам, я думаю, что этим ее можно было бы пристегнуть немножко ко всяким, ко всяким просветительским изданиям, газетам, сайтам и так далее. Они сейчас на подъеме, то есть я думаю, что у них гораздо больше, большие тиражи и так далее. И там, и там нужно многое еще делать. Это нишевая литература в каком-то плане. И эту нишу, ее, в принципе, можно как-то объединить с просветительской нишей. В сумме она станет гораздо больше и совместно продвигать. Продвигать первое, самое тяжелое, это сбыт. Это сбыт литературы. Я, значит, поговорю с некоторыми людьми, которые занимаются этим, например, с Подкосовым поговорю. Как это можно было бы сделать так, чтобы всякие мелкие издательства, которые, в общем-то, и публикуют фантастику. Так сказать, к смоне берем и так далее, и так далее. Чтобы они как-то скоперировались по части сбыта. По части рекламы и продвижения. Значит, троицкий вариант, в принципе, может этим тоже заняться немножко, посвящать немножко место фантастики. Химия и жизнь, как я понимаю, уже этим занимается давным-давно. У нас есть раздел фантастики в каждом номере, но только это, извините, не научная фантастика. Один год мы, при мне уже провели конкурс, когда поставили граничным условием только научную фантастику принимали на этот конкурс. Это было ужасное, душераздирающее зрелище. Когда людей заставляют это дело писать, а они не имеют к этому признания. Это, в общем, не буду тратить время, скажу коротко, больше мы так не делали. Пишите сказки, ребята, пишите фэнтези, пишите социалку, к чему душа лежит. Не сажайте героев в ракету, если вы не знаете, с какого конца она зажигается. Ну хорошо, появилась какая-нибудь приличная вещь, вот чтобы на своих страницах ее похвалить, допустим. Это тоже продвижение, правильно? А, фантастическую? Да. Не конкурс, а вот похвалить кого-то или еще что-нибудь там, грамотно похвалить, дать ему интервью с ним взять. Что касается критики фантастики, это к Василию. А почему не к вам? У Василия свой канал, у вас будет свой, и у нас будет свой в троицком варианте. И все разные, все друг с другом еще будут вот так вот на ножах. Это очень хорошо. Ну, нужен человек, достаточно хорошо знающий фантастику, именно эту область. А может быть, и не очень хорошо знающий, может быть, человек нужен свежий взгляд, свежий взгляд. Не очень знающих много. Вот. Много, но я не знаю, пусть и пусть будет слышно. Да и желающих хотя бы кого-то из них. Люди не очень знающих хватает. Свежий взгляд тоже нужен. Еще кто-нибудь хочет добавить по седьмому пункту? Или мы переходим к дискуссии? Сейчас мы перейдем к публике. Вам первое слово, да. Так, кому первое слово? Сейчас, первое слово. Шикареву, да. Давайте публике слово. Давайте микрофон только. Микрофон. Спасибо большое. А, слышно, да? Ну вот у меня есть вопрос, который возвращает, наверное… Да, меня зовут Сергей, критик, фантастика, вет. У меня вопрос, который касается конкретной книги, в которой, на мой взгляд, вот та тема, которую мы сейчас обсуждаем, научная фантастика, современная российская научная фантастика, она просто отразилась, ну, как некоторая квинтэссенция. Я говорю о романе «Роза и червь» и хочу вот вопрос адресовать Кириллу и Антону. Наверное, они этот роман читали. Если кто-то захочет присоединиться, тоже будет очень интересно мнение это услышать. Почему я этот роман считаю вот очень показательным в плане того состояния, в котором находится современная научная фантастика? Ну, потому что этот роман был очень радостно и тепло встречен читательской аудиторией. Свою, как бы, первоначальную некоторую известность он наработал еще, когда был выложен в самой издате, потом вышло бумажное издание. Очень был тепло он встречен, но при этом этот роман по сути научной фантастикой не является. Это такая космоопера, в которой принцы, принцессы, там, командоры, вот они между собой какие-то такие сложные и не очень сложные интриги плетут их и расплетают. Вот. Второй момент – это то, что действие этой книги, оно отнесено в будущее, и вот то будущее, которое там представлено, а, наверное, одной из задач научной фантастики является именно создание образов будущего, в котором мы хотим жить или в которых мы не хотим жить, вспоминая известную фразу Брэбери. Вот то будущее, которое там представлено, оно отсылает, конечно, к, ну, скажем так, лучшим образцам фантастики англо-американской, англосаксонской, в котором идет активное освоение Солнечной системы, обживают астероиды внутри них, организуют поселения. Вот. Эта модель по книгам, например, вот выходил такой роман замечательный кино Стэнли, Робинсон, 23-12, она нам, в общем-то, знакома и новой здесь не является. А вот что интересно и как раз отражает вот такой отечественный вклад в это, то, что при этом в таком продвинутом, назовем это, сеттинге, вплетены абсолютно феодальные социальные отношения, в которых есть действительно какие-то ханы на Земле, которые оказались отброшены на несколько лет в своем развитии после атаки инопланетян. Но при этом, что удивительно, и в самом космосе, где, казалось бы, вот этого обращающего социальную эволюцию назад влияния не было, там тоже действуют отважные командоры, которые отправляют своих красивых дочек на важные галактические задания. То есть это абсолютно... У меня вопрос смешанный с репликой. Вот. То есть этот роман получился, во-первых, не научной фантастикой, хотя именно как научную фантастику в свое время выдвигали на щит, в том числе и Антон. Во-вторых, он получился довольно двусмысленным и при внешнем демонстрации вот такого достаточно продвинутого будущего он несет в себе абсолютно архаическую социальную структуру, что, на мой взгляд, как раз отражает то положение, замыкаю вопрос, в котором современная отечественная научная фантастика находится. Вот хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать. Ну, может быть, начать с... Да, Кирилл, ваше обязательно. Да, возвращаю. Спасибо. Я из романа «Роза и червь» прочел первые 25 страниц, закрыл и отложил. С моей точки зрения читать это нельзя. Просто несъедобно. Я скажу, поскольку я рекомендовал этот роман к прочтению, там даже на обложке моя рекомендация стоит, то я, пожалуй, отвечу. Во-первых, я, конечно, не согласен с тобой, Сергей, что это такая не совсем научная фантастика, что это космоопера, потому что, на мой взгляд, научная фантастика совершенно четко выражается в двух вещах, которые, если присутствуют, то уже можно говорить о том, что это, скорее всего, научная фантастика. Это познаваемый материалистический мир, то есть, а он там, безусловно, познаваемый и материалистический. Во-вторых, наличие научного поиска. Научный поиск там есть. Это, в частности, попытка расшифровать сигналы, которые идут, цены, попытка понять замыселы на планетан, попытка с ними так или иначе контактировать именно. Это вот такой научный поиск в чистом виде, я бы сказал. Да, то, что там происходит в этом романе, то, что чрезвизация отброшена в Средневековье, так там это и объяснено. Я, честно говоря, тут вообще никаких вопросов не вижу, потому что, действительно, она была уничтожена, поэтому она, естественно, приобретает архаичные формы, поскольку она была разрушена. Ну, вот, самый подходящий момент для нее, да. там же сказано, когда скудные ресурсы, понимаешь, а, ты имеешь в виду инопланетян? Ну, вот тут, да, тут, в смысле, в этом смысле, конечно, автор, можно сказать, не дожал, не доработал. Я считаю, что ему вообще не стоило раскрывать, как там все устроено инопланетян. В свое время, знаете, да, Лем просто взял и у квинтян, даже не показал квинтян, ну, в романе «Фиаско», хотя весь роман построен вроде бы на том, чтобы встретиться с этими квинтянами, в тот момент, когда персонаж с ними встречается, их нет в кадре. Мы так и не узнали, как они выглядят. Вот, ну, скорее всего, надо было и Батулину сделать то же самое, потому что, ну, мы не можем себе, не имея основы, представить, на самом деле, как будут выглядеть, и, тем более, их социальную структуру вообразить. То есть, всегда это будет, понятно, упрощенчество, какое-то, ну, фэнтези, да, в сторону фэнтези, понятно. Вот. Но, в целом, конечно, роман вызвал совершенно противоположие. И, кстати, хорошо, те, кто его ругают, не понимают, что если такой вот разброс мнений от полного приятия, то есть, у него есть там свои фанаты, до полного отрицания, что это все ужасно, все это графомания, на самом деле, это говорит о том, что роман состоялся, потому что, примерно, в таком же вот разбросе, для хорошей прозы, которая действует на нас, такой разброс, это как раз признак, что действительно вещь получилась. То есть, она вызвала абсолютно противоположные мнения, ее еще будут обсуждать. А что еще нужно, в общем-то, от литературы, чтобы ее прочли, чтобы ее обсуждали. Одна фраза буквально. То, что роза и червь имел такой успех, несмотря на все большие и малые минусы, как бы говорит нам о том, что некий потенциал у научной фантастики есть и спрос на нее есть. Еще кто-нибудь про роза и червя хочет? Ну, сейчас, да. Нет, я как-то, то, что я прочел его до третьей, потому что времени просто нет на это. То есть, в принципе, мне даже кое-что понравилось, за исключением там, то есть, автор, видно, более-менее бэкграундом неким обладает. Хотя способ, которым инопланетяне уничтожили Землю, у меня вызвал ярость, потому что, на самом деле, это сильно напоминает один идиотский проект, реально существующий. Все. Так, сейчас. Кто-то первый там тянул руку. А, сейчас. Очень быстро. Ну, ладно, очень быстро. Дело в том, что Елена Клещенко, она опубликовала вот в троицком варианте у нас, не знаю, уже год, наверное, назад там список фактически вот литературы, которая претендует на новую научную, это самое, и мы как бы ознакомились. Именно поэтому Борис Штерн тоже читал, и я тоже где-то, наверное, на треть его одолел, этот сам роман. Но дело в том, что там довольно слабая все-таки литературная основа. Как раз. Да, но, в принципе, как бы достаточно интересно и свежо что-то. В общем, я не знаю, может быть, я дочитаю, но как-то ставить это, но может быть и нет. В общем, в принципе, это какое-то явление, которое надо рассмотреть и надо над этим подумать. То есть не всегда, на самом деле, вот литература, это вот прямо, так сказать, единственное, из-за чего какие-то вещи читают. То есть иногда как бы все-таки надо и… Ну, вот я почему про Горькова тоже заговорил, тоже это самое. Согласен, что это все. Кстати, он тоже в список входил. Здравствуйте, меня зовут Александр, по профессии я аналитик. Вот, у меня, собственно говоря, такой вопрос. Здесь очень много затронули такую функцию научной фантастики как простительство, но ведь у научной фантастики есть еще одна функция. Это моделирование, моделирование будущего. Ну вот, собственно говоря, есть такое выражение, что писатель — это инженер человеческих душ, писатель — инженер человеческих душ. Значит, тут затронули такой вопрос, то, что сейчас у нас в стране идет такая, как бы очень такая скрепная, державная, такая архаическая идеология, возврат к такой какой-то как неомонархии. Ну вот. И, значит, у меня вопрос, а может быть, как раз-таки современная научная фантастика российская, она именно должна как раз-таки сформулировать для нас новую идеологию, новую цель, новую модель общества для нас построить? Вот потому что, ну, я относительно немного читал фантастики. Вот, допустим, из того, что я читал, из того, что я люблю, допустим, тех же самых стругацких, они там очень ярко как бы строили модель некого общества, общества будущего. И эта модель привлекательна для простого человека, ему хочется сюда стремиться. А это общество, оно в любом случае построено науке. Ну вот. Собственно говоря, у меня вопрос, может ли современная российская, или должна ли современная российская научная фантастика стать таким же локомотивом, именно в первую очередь для простого человека, для простого трудящегося обывателя, чтобы стать для него неким маяком, неким, как бы, неким указателем на то, какое общество он должен стремиться и как бы, какого вообще, чего мы хотим достичь в будущем. Не вот там в будущем, типа через 5 лет, а в отдаленном будущем, может быть, через 25 лет и так далее. Спасибо. Да, я кратко, наверное, но у нас есть один такой писатель, зовут его Владимир Сорокин. Он уже нарисовал нам наше потенциальное будущее в романах «Сахарный Кремль», «День опречника», «Телурия», номинировавшуюся на премию «Новые горизонты» повести «Метель». Ну и вот сейчас выходит его новый роман. Ждите, читайте. Будущее России, будущее всего мира, пережившего две, по-моему, да, исламские революции, вот, пережившее собственно то, что мы сейчас переживаем, описано у него очень ярко. Ну, правда, стремиться, стоит ли к этому стремиться, не знаю, но, пожалуйста, прогностика очень хорошая. Я бы, пожалуй, добавил, чтобы был не так ядовитый. Для хлопка нужны две ладони, как учат нас буддисты. Стругацкие работали в немного другое время. У них была аудитория, готовая этот призыв воспринять. Более того, ждавшая именно этого призыва. Сейчас у нас немного все изменилось. Вот может ли литература повести за собой, когда никто этого зова не ждет ее? Я не знаю. Я рада была бы ответить оптимистически, но не уверена, возможно ли такое. Да, еще короткая реплика к этому сейчас вам, да. Будущего не может нарисовать никто. Любой попадет в лужу, это, так сказать, проверено много раз. Только ближайшие там какие-то события. Можно создать какой-то фон психологический, нравственный, немножко воодушевить людей. В этом плане, вот, наверное, да. Вот так скажем. Я не знаю, удовлетворяет ли вас этот ответ. Немножко воодушевить. Добрый день. Добрый день. Андрей Викторович Яковлев. Можно ли сейчас высказываться по шестому вопросу? Что можно было бы ожидать от современной фантастики? Дело в том, что фантастика, помимо того, что она дает современникам, интересна еще и в канонологическом отношении. То есть, когда мы копаемся в фантастике, например, 50-х годов, начало 60-х, то для нас становится более полным образ 50-х, 60-х годов. Мы отчетливее представляем себе, о каком будущем в то время люди мечтали. Какого будущего в то время люди страшились? Какого будущего начинающего сбываться они вот почему-то себе не представляли? В мечете Парижской Богоматери есть один коротенький пассаж относительно того, что ведь никто из писателей-фантастов, вот падиш ты, не предсказал исламизацию Европы. То есть, фантастика делает для потомков более полным образ того времени, той эпохи, в которую она создавалась. Спасибо. Я согласен с предыдущим оратором. Все-таки я вспомнил Херберта Дюна, там тоже, в общем, достаточно много исламских мотивов, мне кажется. Ну вообще, наверняка поискать надо, просто надо думать. Константин, программист. Ну, у меня реплика такая достаточно короткая, значит, по поводу научной фантастики, то есть, классическая научная фантастика в современном мире, она как бы уже достаточно бессмысленно выглядит. Если брать вот то, что говорят, фантастика должна быть о науке, но дело в том, что если мы пишем роман, и в нем главное действие лицо наука, то это вообще называется производственный роман. А вот фантастика, вот современность, если брать научную, это литература, где автор делает определенные допущения, но при этом то, что он пишет, он придерживается принципа научности. Вот мое такое мнение. здравствуйте, Евгений географ. Большое спасибо уважаемым докладчикам за то, что они прекрасно описали основные проблемы отечественной фантастики, а именно оторванность от матчасти, которую здесь упоминали, и, к сожалению, оторванность от реального современного потребителя. Здесь многократно упоминали классиков золотого века фантастики и даже отцов-основателей. Но простите, Жюль Верн, это какой век? Хайнлайн, когда он начинал писать, еще до Второй мировой. Стругацкие, которых опять-таки предлагали как образец, простите, страна багровых тучей, это какое десятилетие? И так далее, и так далее. По поводу оторванности от матчасти, здесь была увлекательная дискуссия между знающими, уважаемыми, авторитетными людьми, многими даже заслужившими легендарный статус, а именно, являются ли Звездные войны фантастикой или нет? Простите, Звездным войнам скоро будет уже 40 лет. Это, конечно, актуальная проблема, но литература по Звездным войнам написана и даже переведена на русский, там вполне себе доступно, рожевана и все предпосылки, которыми пользовался Лукас и те, кто его консультировал и что он хотел сказать своим произведениям и что он не хотел сказать своим произведениям. Также в сегодняшней дискуссии можно было узнать много нового и интересного. Например, что стимпанк это идеализация викторианской эпохи. Ну что же, могу только сказать, что, наверное, я читал какой-то другой стимпанк. Стимпанк бывает разный. по поводу того, что оказываются все беды от того, что народ боится будущего. Не могу сказать, что боится сейчас. Народ вполне себе ходит на фантастические фильмы, обеспечивая неплохую кассу, в том числе, вы не поверите, даже на отечественные. Народ с удовольствием фантастику и читает фантастику. Все дело в том, что определенные фантасты знают, о чем хотят писать и умеют это делать, а другие, как вот здесь приводили пример, увы, хотят писать фантастику, но не знают, с какого конца зажигают ракету. Спасибо. Я не понял, честно говоря, этого замечания, тем более, что я понял одно, что, видимо, мы были недостаточно хорошо говорили, недостаточно ясно, потому что мы здесь обсуждали не только Золотой век, здесь звучали фамилии Питера Уотца, и Рейнольдса, и Робинсона, и Майкл Крайтон, к сожалению, умер не так давно, но тоже, в общем, считается современным автором, то есть здесь было поле обсуждения гораздо более широкое. Мы, конечно, мало говорили о современных российских авторов, потому что действительно у нас сегодня проблема с российской научной фантастикой серьезная, я бы сказал, вопиющая, и что даже, извините меня, все до сих пор вспоминают роман 2004 года Жарковского и Ахоба, хотя, честно говоря, на мой взгляд, он не имеет никакого отношения к строгой научной фантастике, это такая мягкая научная фантастика. А в этом смысле и Батулин ближе к твердой ИНФ, чем... Вот я и говорю, что фактически... О чем мы говорим? То есть есть два нашумевших романа. Яхоба, написанный в 2003-2004, и, собственно, и Батулина «Роза и червь». Это, на самом деле, очень плохо. Это катастрофа, что у нас два, в общем, за более чем за 15 лет, ну сколько, 15 лет, у нас фактически такие вот... Я имею в виду не то, что пишется. Естественно, конечно же, романов научно-фантастических наверняка больше. Но те, которые вызвали интерес, российская именно, вызвавших интерес, вызвавших полемику, вызвавших, так сказать, общественный именно резонанс, всего два. Это ужасно, на самом деле. А? Я говорю про российскую. Поэтому, видимо, поэтому, поэтому, видимо, у нас, вот, мы, видимо, нечетко это сформулировали, но вот я повторюсь, это я повторяю, понимаю, что я повторяюсь, но, видимо, не вся аудитория это поняла. Ну, правая, левая какая? Мы? А, относительно вас левая, да, относительно вас левая, я понял. Мы у меня левая. И я не совсем поняла, в чем претензия к основоположникам, которых вы же сами сказали издают и переиздают. У литературы есть срок годности, когда творил Толстой в 19 веке, о, беда, а Пушкин, о, еще раньше. Нет, я думаю, основоположников надо было упомянуть и совершенно нормально, что начали с Жильверны, с зарождения жанра. У нас еще много вопросов. Короткого фонда. реплику я просто хотел сказать, что, если вы обратили внимание, мы не сошлись как раз на вопросе золотого века литературы и вообще само по себе это сейчас вызывает очень большие споры. То есть очень многие говорят, что забыли советскую фантастику, не читают даже Стругацких, ну даже Стругацких. Но Стругацких все-таки читают, да, здесь мы сойдемся. То есть это сам по себе вопрос как бы спорный, который разделил даже и вот сидящих здесь за столом. Судя по всему. Спасибо. Да, добрый день. Я просто хотела немножко добавить к предыдущей, немножко ранее обсуждавшейся теме про запросы. Я вот сегодня буквально в разговоре наблюдала, очень сильно идет запрос и вот от этой самой молодежной, допустим, аудитории вот к вот этим на самом деле понятным мирам научной фантастики. То есть там все далеко не так плохо. Может быть, конечно, литература сейчас не самый легкий способ получения информации, там с тем же кино ей сложно конкурировать, но в то же время вот желание разобраться вот в другой вселенной, ну не вселенной, допустим, вот разобраться в устройстве. Ну, наука – это модель. С моделью всегда проще, чем с тем, что эта модель описывает. Правильно? Потому что там больше правил, меньше исключений. Так вот, запрос очень большой. На самом деле, желающих вот как-то прочитать, узнать и так далее, их больше, чем кажется. Ну, а дальше, да, есть талантливая и неталантливая литература и все, по большому счету. Спасибо. Спасибо. В добром слове. Кто-нибудь будет отвечать? Нет. Спасибо, спасибо. Я тоже хочу сказать спасибо. Я по шестому вопросу. Что могла бы дать обществу научная фантастика, существуя она как явление? В значительной степени я согласна с Антоном, что научная фантастика это некое ядро жанра. Собственно, почему? Если мы попытаемся отграничить друг от друга, в чем специфика именно фантастики. Как сказал один умный, хотя и маленький ребенок на литературном семинаре, фантастика – это то, что было. То есть ее можно прочитывать, естественно, в зависимости от особенностей произведения, как притчу, как сказку, но у нее всегда существует тот слой, на котором она воспринимается как потенциально возможная реальность. Вот это могло быть, в том числе с точки зрения науки, с точки зрения того, что наука знает, с точки зрения того, что пишущие и читающие знают о науке. И это очень важно, потому что это увеличивает степень моральной ответственности, с которыми воспринимаются изложенные в произведении коллизии. Потому что это дает представление о том, что незнание законов природы и общества от этой ответственности никого не освобождает. Потому что это кому-то может дать желание в этих законах природы и общества разобраться. В то же время, это литература, безусловно. И это тоже очень важно, потому что мы сейчас имеем ситуацию, когда просветители практически вместо всех остальных общественных институтов работают на представление людей об обществе и о возможном будущем. И у этого представления нет разумной прокладки в виде представления о том, что должно, чего бы мы, в принципе, хотели, о чем мы мечтаем. В результате получаются коллизии, вот как случилось, когда недавно одного известного генетика обвинили за его высказывание о том, что для репродуктивного успеха женщина должна быть поглупее. Вообще говоря, в чем дело в том, что это высказывание было воспринято без прокладки. А мы хотим такое общество, в котором это важнее всего. А нам это нужно, а нам это интересно, а к каким последствиям это приведет. Литература все-таки имеет важную ценностную составляющую, которая от таких вещей страхует. Но у меня, наверное, все. Я бы добавила, что педагогическая составляющая в фантастике – это очень тонкое дело. Как только она становится слишком явной, как только читатель подозревает, что его чему-то учат, это все. Он бросает книжку. Дидактика называется. Да, именно так. А вообще-то, конечно, в целом согласен. Спасибо. 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 Я остановился на том, что роль научной фантастики очень велика. И здесь я хотел бы ответить Елене, потому что она сказала, что нет, наверное, спроса, может быть, недостаточно спроса сейчас на научную фантастику, мы видим. Нам с вами не нужен большой спрос на это, потому что, как говорил Шпенглер, достаточно рот и солдат для того, чтобы перевернуть мир. И в целом, вам не нужно тиражи Донцовой для научной фантастики. Вам нужно тысячи, две-три тысячи читателей, но те читатели, которые будут затем менять и создавать образ будущего. И этого вполне достаточно. И в этом смысле роль образовательная, просветительская, не только просветительская, потому что, Борис, это не борьба с невежеством, с чем-то там, то, что мы сейчас видим, мироточением, и все такое. Не только это. Это еще формирование образа будущего в этом смысле довольно близко к стругацким, но не только это, потому что они формировали действительно на свою какую-то аудиторию. Это с одной стороны то, что хотел сказать. С другой стороны, мы что-то забываем о функции научной фантастики в целом литературы, как то, что она заставляет нас смотреть внутри нас. И в этом смысле я всегда апеллирую к своему любимому писателю Филиппу Дику, потому что в целом это не научная фантастика, там и мистика, там еще что-то, но он всегда заставляет нас смотреть нас, делая различные ракурсы в зависимости от того, что он берет, солнечную лотерею, антиисторию, там и так далее, и так далее. И все равно западные мысли мы считаем это научной фантастикой. Поэтому взгляд внутри нас также важнейшая функция этого. Мне кажется, есть. О взгляде внутри нас мы говорили вроде бы. Говорили, говорили. А что касается спроса, вы считаете, что это тысяча, две тысячи у нас есть? Да, конечно. Конечно, есть. Спасибо, мы рады это слышать. И мне кажется, это было подтверждено и тоже, мне кажется, аудитория здесь. Здравствуйте, меня зовут Ирина Кулагина. Я хочу сказать по поводу того, что мы сегодня определяли как научную фантастику. То есть, почему-то научную фантастику мы в течение всей нашей беседы определяли как фантастику технологическую. то есть, отказав истории в социологию, да. И если говорить о том, что первым фантастическим произведением у нас считается Франкенштейн, это середина 18-го века, то можно сказать, что тогда у нас психология и так наоборот не существовала. Сейчас технология, как наоборот, существует, соответственно, любую фантастику, которую мы вы тоже могли считать как фантастику научную. Сейчас большинство произведений у нас все-таки направлено именно на решение психологических, на решение вот таких вопросов. Давайте вспомним прекрасное произведение Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Можем ли мы считать это научной фантастикой? Я считаю, что это безусловно научная фантастика, и поэтому вот... А почему нет? Это же не психология. Потому что да, я именно это и хочу сказать. Это скорее нейрофизиология, а чем нейрофизиология, не сенс. А мы ушли как раз в какую-то тему того, что мы научно считаем только фантастику технологии вот такой. Один вопрос у нас ребята не вычеркнут. Я хотела спросить Кирилла Юрьевича про круглый стул, который был на фантастической фантассамблее. Почему в России нет биологической НФ? К чему вы там пришли? Пришли к чему-то конструктивному? Нет, конечно. Но констатировали, что нет. Поскольку стол ввели мы с Галиной, два кандидата биологических наук, то мы как-то в общем сошлись на том, что образования не хватает по большей части просто у пишущих. потому что это как-то несколько сложнее. Ну потому что с какой стати я буду писать биологическую НФ, когда мне хватает того, что я пишу по работе по части биологии. Ну вот поэтому у нас нет новых цветов для Элджернон. Понятно. Здравствуйте. Георгий Виноградов, биоэкенология. Никто не пытался рассматривать такую вещь, что вот в тот самый Золотой век, о котором тут столько говорили, ну люди ковали чистый металл. Ну вот была научная фантастика, которая ковала научную фантастику. Была фэнтези, которая была там классическая фэнтези тех времен. А сейчас время сплавов. Потому что какую вещь мы не возьмем, всегда вот в чистом виде мы ничего не найдем. Вы можете говорить, ах, пропала вот чистая научная фантастика, мы ее не видим. А на самом деле она есть, она уходит в сплавы. Может быть, там чистая научная фантастика уже давно место в Париже в Палате меры весов, но не имея представления о чистом металле, правильного сплава не сделать. Вот про такую сторону этого вопроса думали? Ну, на мой непросвещенный взгляд в этом есть резон. Василий. Ну, собственно говоря, ее уже давно чисто, скажем так, на Западе не существует. Я боюсь, что наша проблема российских писателей-фантастов в том, что они именно фантасты, писатели, во вторую очередь, они, как правило, не следят за литературным процессом, скажем так, не следят за тем, что происходит за пределами вот этого самого маленького нашего гетто. очень печально, это сильно обедняет и фантастику, и, вероятно, этих самых людей, которые считают себя писателями. Ну, это их проблема. Я думаю, кстати, вот возвращаясь к одному из наших вопросов, что-то там было, как нам добиться, чтобы научная фантастика, да, как нам реорганизовать. Но остается только дождаться, пока вымрет вот это вот поколение и, может быть, наши дети начнут, наконец, писать нормальную, толковую научную фантастику. В том числе научную фантастику, которая, собственно, и литература, и так далее. Вот. Потому что с этим поколением уже ничего добиться невозможно, извините. Да, да. Алло. А можно один вопрос, пожалуйста? Можно? Владислав Кириллов, у меня вопрос к Васильеву. Можно комментировать научную фантастику как такую своеобразную лабораторию собственно литературного языка? Я говорю о прямом внесении языка науки, языка химии или математического языка. Ведь язык литературно формировался на повседневности, а наука может сильный неологизм. Это было бы очень интересно, но, к сожалению, насколько я знаю, у нас, в общем, было две более-менее успешные попытки вот такие вот эксперименты проводить. Это именно в жанре научного, в жанре направлении, в формате научной фантастики. Это упомянутый здесь Сергей Жарковский с романом Яхоба аж 2004 или 2005 года. У него были эксперименты именно с языком, попытка создания будущего языка, на котором говорят люди, живущие в далеком космосе, то есть их среда обитания, они определенным образом определяют, как они говорят. То есть более короткие предложения, очень много действительно научных неких терминов, тоже как правило укороченных, аббревиатуры и так далее. И вторая попытка была проделана Алексеем Андреевым, Лехой Андреевым, который выступает под псевдонимом Мерси Шелли в романе 2048. Там программистский сленг в русский язык инкорпорирован и много что еще. И биологические термины специальные, и физические, и химические термины каким-то образом в русский язык введены. Но этот роман, насколько я помню, он тоже написан то ли в 2003, то ли в 2004 году, а опубликован в 2011. Было много экспериментов разного рода у писателей, которых обычно не относят к языкам, в том числе с языком науки. были эксперименты у писателей, которых обычно не относят к фантастам, писателям-фантастам, то есть к людям, которые пишут просто литературу, то же самое, прежде всего замечательный и блестящий совершенно стилизатор Владимир Сорокин, замечательный Виктор Пелевин общеизвестный тоже использование в том числе и научной терминологии, вот СНАФ, например, роман мы можем вспомнить. Вот. И у других авторов из большого мира. Кто? А? С Зоричей нет, Зоричей там все-таки к научной фантастике оно совсем отношения не имеет, но это тоже, да, тоже эксперимент. Просто и Пелевин, и Сорокин, они писали о будущем, то есть это в некотором смысле прогностическая литература, как я уже говорил, да, вот, и там именно язык науки становится частью нового русского языка, ну, русского языка будущего. вы можете назвать вот фантастов и вещи, которые написаны, в которых, скажем, ученые разговаривают нормальным языком ученых. Я вот могу привести, например, наверное, только одну книгу, это Фреда Хойла. Ну, поскольку я из ученых больше всего общаюсь с филологами, литературоведами, ну, практически любая книга про филологов и литературоведов, она о том, как ученые общаются языком ученых. Люди в Голом, Андрея Стасатурова, например, замечательный роман, рекомендую, правда, он не фантастический ни разу, ну, зачем же нам ограничивать себя фантастикой? Это гуманитарии. Да, гуманитарии. Гуманитарии умеют разговаривать друг с другом. Ну, естественно, то есть, как это была поговорка, вот это не для гуманитарии. Дважды два, это не для гуманитариев. Критерии фальсифицируемости не проходят, значит, не наука, ну все. То, что буковками, это не для естественников, они не поймут. Мне кажется, что у Ивана Антоновича у него просто не очень много произведений про ученых. Рассказы, да, ранние, а дальше у него, собственно говоря, ну, люди, которые используют действительно научный метод, но они не, не все ученые далеко. Вась, вот рекомендую, если ты не читал этой аудитории, возьмите и почитайте «Путешествие на корабле Бигль». Вот возьмите и почитайте «Путешествие на корабле Бигль». Да, и на этом месте вы поймете, что вся так называемая приключенческая литература 19 века, она просто, как говорится, нервно курит в уголку. И представляет собой абсолютное ничтожество по сравнению с тем, как Чарльз Н. Спенсерович, так сказать, просто писал, вот описывал эти все, вот это вот все. Совершенно верно. Человек получил широкое системное, в том числе и гуманитарное образование. Да, да. Бигль прекрасен, но все-таки для билетристики нужно что-нибудь, какое-нибудь письмо искать. Возьмите обручевое, да, обручев, так сказать, обручев, вполне себе, вполне себе качественное. При этом, ну, соответственно, очень крупный ученый, да. Вообще-то говоря, в те времена было положено, чтобы ученый умел связанно выражать свои мысли. Ну, вот и все. То, что сейчас на биофаке вернули русский язык, это правильно, как предмет, который преподают студенты. еще вопросы остались? Все. Спасибо вам. субтитры создавал DimaTorzok субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok